Есть вот это мерные слитки, один, два, пять. Они хотят килограммовый, 10 килограмм, 13 килограмм хотят купить. Они стоят 70 миллионов. Какой-то раз вы получили, что вы получили? Векса, в воздухе? Векса, еще векса. Векса, 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 векса. Да, он, он, бешен, он, бешен. Это очереди в Бишкеке на слитки золота. Интерес к драгометаллу резко возрос после призыва президента Кыргызстана покупать золото. Житель Бишкека купил слитков на 2 миллиона сомов. Он верит, что золото не падает в цене, а только растет. Снял деньги с депозитного счета и купил золото. Говорят, что это надежно, в цене не падает. Оказывается, чем больше его брать, тем дешевле обходится. Один грамм стоит 7800 сомов. А эти обошлись по 6 с чем-то тысяч. Слитки Национального банка считаются высококачественными. Нет ограничений на покупку и вывоз в другие страны. А вот иностранцы после покупки и вывоза выплачивают таможенный взнос. Минимальный размер покупки – 1 грамм золота 999-й пробы. Пришла купить 1-2 грамма золота с надеждой сберечь для внуков. Сейчас очередь большая, не знаю, дождусь я или нет. Может, завтра дойдет. Национальный банк реализует 1, 2, 5, 10 и 31 граммовые слитки золота. По последним данным, 1 грамм золота стоит 7845 сомов. А цена выкупа составляет 7806 сомов. А вот 100 граммов золота стоит 619 261 сом. Национальный банк продает золото согласно договору с господприятием Крыгызалтын. Впервые такая практика установилась в Кыргызстане в 2015 году. С тех пор Крыгызалтын продал 303 килограмма чистого золота. К большим слиткам золота предлагается и сертификат, который можно переписать, если владелец решит подарить слиток кому-нибудь. Любой клиент может прийти обратно в Национальный банк и сделать обратный выкуп, то есть сдать Национальному банку. Но в этом случае клиенты, конечно, не должны скрывать эти слитки, потому что слитки находятся в защищенной упаковке. Если слиток нарушен или защищенная упаковка нарушена, то у нас есть свои процедуры проведения экспертизы, детальной экспертизы или первичной. И от этого, если слиток вообще поврежден, то тогда мы снимаем 7% с цены обратного выкупа. Цена продажи или обратного выкупа на мерные слитки устанавливается нацбанком ежедневно в Сомах на основе вечернего курса Лондонской ассоциации драгоценных металлов предыдущего рабочего дня и публикуется на сайте нацбанка. Экономист Эркин Абдразяков советует диверсифицировать сбережения. Не стоит все деньги переводить в золото. Можно, к примеру, держать накопления в разных банках на депозите, так как депозит все равно выше, чем инфляция. Также стоит обратить внимание на ценные бумаги, скажем, Кыргызолтына или Энергохолдинга, или других инновационных предприятий. 28 февраля президент Садыр Джапаров обратился к населению и призвал покупать золото в нацбанке. Он утверждает, что такие инвестиции сдержат инфляцию и уберегут сбережения кыргызстанцев.